Откровенно говоря, я из той категории детей, которые тоже собирались стать представителем иной специальности. В частности, меня очень интересовала режиссура. В одно время даже я намеревался поступить в соответствующее учебное заведение Москвы, но потом в связи с определенными вопросами все-таки перешел на колею юриспруденции. Я бы не сказал, что в подавляющем большинстве дети выбирают иные специальности, кроме юриспруденции или вопреки юриспруденции. Наоборот, многие дети хотят стать просто полицейскими. Хочу быть милиционером, как дядя Степа, вы-то знаете. И вообще-то юриспруденция и в предыдущие времена, вперед нашей советской действительности, да и сейчас, и в нашей действительности в нынешнее время крайне популярна, конечно. Была и есть. Для того, чтобы свою практическую деятельность осуществлять именно в этой эпостасе, в этой отрасли, надо быть преданным той структуре, где ты хочешь свою дальнейшую профессиональную служебную деятельность осуществлять. Это очень важно. Раньше интерес был совершенно другой, вы знаете. Правоохранительные органы, судебная система, ну туда в правоохранительные органы входят и прокуратура, следственный аппарат, органы национальные, и так далее. И в то время всем казалось, что для того, чтобы обеспечить свою достойную жизнедеятельность, вот туда надо доправляться. К великой моей радости сейчас ситуация в корне изменилась. Поскольку те, кто выбрали это направление, и иногда менталитет остался прежний, буквально через несколько месяцев работы по специальности, предположим, в следственных органах, понимают, что эта сторона для них абсолютно невозможна. То есть решать свои вопросы, то есть должны быть преданным своей специальности, как и наши преподаватели. Преподаватели, учителя, те, кто на основной работе осуществляют свою деятельность, они миссионеры. При той мизерной оплате, при абсолютном отсутствии социального обеспечения, люди, которые реализуют свою профессиональную деятельность в этой сфере, они миссионеры. Я убежден в этом. Относительно того контингента юристов, которые осуществляют свою деятельность в правоохранительных органах судебных, самым злочастным явлением является то, что иногда вопросы реализации законности, осуществления права судья, зачастую они, значит, оскверняются личными иными заинтересованными вещами. И соотносительно к творчеству, безусловно, чтобы быть талантливым актером-режиссером, надо родиться. Относительно юриспруденции юристов вообще и иных профессий, мне кажется, здесь прежде всего имеет значение трудолюбие, знание и преданность тому направлению, той профессии, которую он выбрал. Здесь мне сложно говорить о том, что вообще-то юристами рождаются. Вряд ли. Вряд ли, поскольку лично мой пример говорит о том, что в детские годы, в школьные годы я намеревался быть представителем иной специальности. Вот об этом я мечтал. Но потом, с истечением определенного времени, я стал юристом и вроде бы и на практической деятельности, в период практической работы. Вы знаете, что я в университет перешел непосредственно после своей практической деятельности в правоохранительных органах. Я долгие годы работал в следствии, в прокуратуре, следователем армянской транспортной, очень специфической отрасли прокуратуры, которая, значит, надзирала как за авиацией, значит, воздушным транспортом, железнодорожным, водным транспортом. Ну, водный транспорт у нас, значит, только вот Севан и еще один катер. Но все-таки мы осуществляли надзор, дальше прокурорская деятельность, в тяжелейшее время, в 87-е, 92-е годы в Масийском районе, там, когда все это движение началось, то есть все это привело к тому, что я был достаточно неплохим профессионалом. Впоследствии жизнь меня, вот так, мое русло изменилось. И после того, как Армен Разбекович, значит, перешел на работу в университет, стал ректором, и по его совету я перешел на работу в это, в Масийском районном университете, в качестве, значит, преподавателя кафедры, затем 15-16 лет заведующим этой кафедры, и дальше, сейчас профессор кафедры, я понял, что, оказывается, вот преподавательская деятельность мне как минимум не менее присуща моей сути, чем профессиональная деятельность. Это для меня было откровением, и я себя очень комфортно чувствую в процессе общения со своими студентами, и это прекрасное явление для меня. Так что я не ошибся, когда выбрал другое направление, ну, в корне отличающееся от, значит, той профессиональной деятельности, следствия, прокуратуры и так далее и тому подобное. По мне, намного эффективнее, намного полезнее, когда преподавательская деятельность совмещается как с практической, так и с теоретическими знаниями. То есть теоретика – прекрасное, хорошее, добротное знание этой отрасли, и безусловная практика, поскольку любое право, оно существует для реализации, реализации, уголовный кодекс, гражданский кодекс, семейный, все остальные, они существуют для того, чтобы их применять практически в реальной нашей действительности. А тот, кто прекрасно знает проблемы, вопросы применения той или иной нормы, той иной статьи, или как реализовать, как квалифицировать то или иное деяние, в реальной практической деятельности. Естественно, легче и преподносить вот этот материал студентам, и намного, мне кажется, во всяком случае, намного продуктивнее и эффективнее. Вот такое знание практической и теоретических, значит, совместных знаний. Мне так кажется. Студенты нашего университета, они реально отличаются, вы совершенно правы, от студентов иных университетов, и прежде всего своим более широким мировоззнанием. Юрист в нашем университете не только знает юриспруденцию, он знает также или иные очень интересные науки, историю, географию, естество, все, что хотите. То есть достаточное знание, и они достаточно широко образованные студенты. И, кроме этого, то общение, которое международное сотрудничество с иными университетами, дает, значит, студентам, прививает также склонность к спокойному общению с иными, со студентами иной национальности, иных стран. То есть в этом контексте, естественно, наш университет преобладает в этом контексте, и оно достаточно сильно отражается и в дальнейшем, когда наши университеты уже входят в жизненное пространство, осуществляют свою, значит, практическую деятельность. Я отношусь к ауре соответствующим образом, поскольку, если плодотворной, хорошей, интересной ауры не присутствует в той или иной действительности, в реале, в университете, в иной смире, тогда, значит, там работать, осуществлять свою деятельность будет крайне комфортно. Я в этом убежден. Я должен сказать, что за перед моей деятельностью в этом университете аура была очень и очень удобной, как минимум. Я уже не говорю больше, потому что, почему соотносительно к нашему университету, вообще приток, почему вот тяга к нашему университету присутствует, потому что здесь студенческая жизнь, она крайне интересна. Мы учились с вами в университетах, и я там, кроме, значит, учебы, я ничего интересного не вспомню. Здесь совершенно иная обстановка, иная аура присутствует. Доброжелательное отношение. И это все исходило, на мой взгляд, изначально от вот такого отношения нашего ректора, глубоко уважаемого Армир Размиковича, потому что я долгие годы работал с ним, и его аппарата, естественно, профессорского состава, преподавательства, поскольку та аура, которая присутствовала, исходила из него, она, безусловно, отражалась и на всех нас, и поэтому она, наш университет, и по сей день является крайне притягательным учебным заведением. Как-то я, Армир Размикович, сказал, что, может быть, в иных вопросах мы не сможем иметь мировую славу, но в одном мы уже все рекорды установили. В вашем университете работает преподаватель, профессор, который в свои годы, а мне достаточно много лет, больше 70, имеет троих несовершеннолетних детей. Я с его младшего сына, значит, на Риме родила, когда мне было 70 лет. Но если это не рекорд Гиннесса, тогда какой рекорд еще в университете мы можем установить? Вряд ли. Так жизнь сложилась. Кроме преподавателей работы, то, что сейчас я, и руководством аспирантами, и докторантами, и так далее, массой магистрантами, достаточно много времени я уделяю, естественно, семье, поскольку, поскольку, наверное, она сильно загружена работой в университете, заведуя эту кафедру, то мне приходится даже, значит, выполнять такие дела, которые в женщине раньше у меня в мыслях не было. Я могу сейчас... Во-первых, я детям говорю, что у вас будете гордиться через определенное время, когда меня не будет, что у вас водителем был профессор, потому что весь день вожу машину, вожусь с ними, готовлю дома. Так что у меня жизнь сильно, неописуемо загружена. Даже во время деятельности профессиональной своей, будучи следователем армянской транспорты, прокурором района и так далее, у меня такой загруженности не было. Вот эта жизнь моя, полный расцвет. Она, наверное, мне говорит, когда я жалуюсь сильно, говорю, да, уже не могу, тут читаю, не могу, да, уголовный кодекс, ну, читаю, не могу. Она говорит, вот поэтому вот ты сейчас находишься в таком интересном физическом состоянии, моральном физическом состоянии. Я бы сильно желал, чтобы мои дети, все трое, продолжали свою учебу в этом университете. Но сказать, что очень хочу, чтобы они выбрали мою специальность, я бы этого не сделал. Потому что есть масса вопросов, связанных с этим, это очень сложная специальность. И вообще-то в одном доме двух юристов сполна хватает. Так что я не буду советовать моим детям быть юристами. Но в университет с большим удовольствием, и я думаю, что они так и сделают поступать сюда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!